Болхашский адвокат Зинаида Мухортова вновь оказалась в психиатрической больнице. Ранее на протяжении 9 месяцев она уже проходила принудительное лечение. Запереть Мухортова в дурдоме постановил суд Болхаша, который рассматривал дело по статье «Заведомо ложный донос». Для того, чтобы каким-то образом смастерить это дело, назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Навязчивое внимание к своей персоне Зинаида Мухортова заработала своей правозащитной деятельностью. Она отстаивала интересы граждан, у которых пытались отнять недвижимость и бизнес на основании фальсифицированных документов. Преследование адвоката началось после того, как она обратилась к депутату Сената Ерлану Нигматулину с просьбой ужесточить контроль за судьями. Судьи, наша прокуратура, каким образом реагируют? Конечно, негативно. Еще наоборот, стали против нас, еще больше ужесточили вот эти вот все репрессии. Ну-ка, мы потом уже объединились вчетвером и написали уже жалобу на имя президента Народно-Вернического партии Нур-Атан на самого депутата, что он не исполняет свои служебные обязанности. И расписали, что по гражданским делам, вот по таким-то вопросам мы объединялись. Эта жалоба попала прокурору Карагандинской области. Реакция последовала незамедлительно. Зинаиде Мухортовой предъявили обвинение по статье «Заведомо ложный донос». Якобы она бездоказательно обвинила адвоката Роженцеву в передаче взятки в размере 5000 долларов депутату Нигматулину. Тому самому, который оставил обращение Мухортовой жалобы на махинации судей без ответа. Заявления адвоката Роженцевой хватило не только для назначения психиатрической экспертизы в нарушении закона, но и для запуска судебного процесса. В итоге Зинаиду упекли в психошку. Мы пришли, нас не запускали. Маму хоть дайте, хоть увидите, как мать, хоть посмотрите, как она живая. Нас как-то вот так в окошечко, у нас с палаты вышло, и говорит, Катя, она вся в зеленке какая-то, аллергия какая-то, лекарством пичкает. Тогда Зинаиде Мухортовой удалось достучаться до Верховного суда Казахстана, и он потребовал пересмотра вердикта. В январе уголовное преследование в отношении Мухортовой прекратили, и ее отпустили домой. И вот месяц назад к ней в квартиру вломились полицейские и санитары. Скрутили ее и насильно увезли в психдиспансер. Родных и адвокатов к Зинаиде не пускают. Зато спецкомиссии к ней зачастили. Их заключение противоречат друг другу. Последний диагноз был вынесен 9 сентября. Врачи решили оставить Мухортову в изоляции. Хотя еще в прошлом году независимый медэксперт из России дал заключение, что женщина психически здорова. Это мнение осталось без внимания казахстанских властей. Правозащитники же продолжают отстаивать правду. Мы ожидаем апелляционную инстанцию судебную, которая должна рассмотреть две жалобы. Жалобы самой Зинаиды на решение туда принудительной госпитализации. И жалобы ее представителя Мангельбы Шорманбаева тоже об этом. 23 сентября казахстанские правозащитники собираются в Варшаву. На ежегодную международную конференцию ОБСЕ по человеческому измерению. Там они намерены познакомить европейское сообщество с делом Зинаиды Мухортовой.